Ребята, доброе утро. Начнем влог с такого следующего дня. Да простит меня мама, и я сам. Короче, не пойдем мы в синагогу. Я вам расскажу немножко попозже, почему. Главный претендент всех отрицаний это вот тот человек, который ходит около синагоги. Про него прямо куча-куча всякой информации, да и вообще о синагоге в целом. Смотрите влог, обязательно об этом всем расскажу дальше, потому что нам сейчас нужно купить небольшие сувенирные продукции здесь, около нашего дома, где мы живем. И мы поедем дальше путешествовать, и все по порядку вам расскажу. Нам нужно зайти в маяк, там хорошая, кстати, лавочка подарков, поэтому вот надо будет приобрести. Поэтому не забывайте ставить пальчик вверх, писать комментарии, и вставайтесь, обязательно вам расскажу, почему мы не пошли в синагогу все-таки. Оставим ее уже на потом, уже на будущее, если все-таки, да, тоже вернемся сюда, потому что впереди еще много интересных мест, которые мы можем потратить время, присутствуя здесь в синагоге. Синагогу найдем какую-нибудь другую в Москве, кстати, она есть, и других куча синагог. Причину еще раз говорю, почему мы не пошли, расскажу вам в этом влоге. Мы сейчас купим и поедем, и с вами встретимся чуть позже. Ребята, мы с вами приехали, ну, на еще одну достопримечательность города Калининград. Мы сейчас находимся на пересечении улиц проспекта Мира и улицы Кутузовская, вот как раз впереди вот этот перекресток. А нам нужно будет с вами пойти немножко раньше, вот на эту улочку. Не знаю, сейчас увижу ее адрес, я вам скажу. Нам нужно посмотреть, мы сейчас находимся с вами в районе, который называется... Амали... Енау. Кто? Амали... Енау? Амали... Енау. Амали... Енау. Пушенобельный район Кунинград. Вот, Амали... Енау. Вот так называется. Пушенобельный район Кунинград. Застроен и сделан богатых жителей в соответствии с концепцией город-сад. Мини-территория относится к центральному району, ограниченному улицам Красной, Лесопарковой и проспекту Победы. А, мы вот на проспекте Мира. Ну, наверное, он еще больше. Но мы с вами сейчас зайдем сюда, скажем свои эмоции, потому что мы, если честно говоря, прошли уже немножко по нему. И посмотрим, покажем, ну и поделимся своими впечатлениями. Пойдемте, кто хочет с нами прогуляться. Ну, это не все видео будет здесь про Аменинау или Амелирау. В общем, здесь вот такие домики. И мы сейчас с Пашей шли, и их очень много. Вот этот дом, его прямо реставрируют. Видно, что внутри там делают ремонт. И, честно говоря, вот мы смотрим и понимаем, старые это дома или нет. Или это все новоделы, новострои. Есть домики, конечно, вот таких немецких. Но почему-то, вот, например, с тем видео, где мы гуляли по старому, совсем старому району, железнодорожному, да, где жили железнодорожники, завода железнодорожного, вот эти немцы, там как-то это было более эпично, более так, прямо вот, ну, Минада и Пожарский. А, Минина, просто так, Минина и Пожарский. Потом, когда увидел Пожарского, понял, что там Минин. Вот тоже здесь есть такой домик, но вот он как-то тоже, видимо, на две семьи. С одной стороны шестнадцатый, с другой, видимо, другая квартира. Но они вот не придают таких вот, знаете, эпичных, эпических, глобальных таких, глобального вот этого ощущения, что я как будто где-то вот типа как в Германии. Видите, какие огромнейшие домища. Просто новые или отреставрированные. Но, как писали в интернете, действительно, с небольшими вот такими заборчиками. Ну, заборчики видно, что старенькие еще того времени. Но, наверное, это как-то покупалось и потом реставрировалось. Скорее всего, ну да, это многоквартирный дом Минин и Пожарского, 14. Видите, здесь раз, два, три этажа. Ну, обыкновенный многоквартирный трехэтажный дом. Здесь вот есть вот такие маленькие домики. Ну, здесь и машины уже стоят побогаче. Хотя впереди вон стоит этот не Volkswagen, а как у Audi. Тоже такого же, как мы видели в предыдущих видео. Есть совсем вот, ну вот для меня вот это вот эпичность. Вот, видите, прямо видно, что того времени и сама выкладка из камней, и сам заборчик такой сделанный. Вот это да, это все ясно и понятно. Есть даже квартиры, видите. Ну, вот типа подобный, в доме жил мой дедушка. Только в двух подъездах был двухподъездный дом. Хотя в районе, в Березняках были и одноподъездные. Кто смотрит мои видео и знает меня, видели эти районы. Мы там с мамой часто гуляем, снимаем практически по каждому приезду. Так скажем, почитаем память моего деда и бабушки, папиных родителей. Вот видите, просто квартира забита со всех сторон вот так вот. Никто не покупает, не живет, видимо, в этом районе. И может быть даже из-за того, что здесь считается элитным районом, элитным поселком, да, вот эта квартира в этом доме может стоить просто грандиозных, глобальных денег, и никто ее не покупает. Вот такие, смотрите, вот такая квартира, зато вот такой вот подъезд с такими дверьми. С калиткой, да. Видите, калитка есть. Калитка. Елочка типа вот сделана. Вообще сегодня такая оттепель в Калининграде, мне кажется, градусов, утром сейчас градусов 3, да, плюс 3, днем, наверное, еще потеплее. Поэтому вот это все, что выпало вчера, просто все тает. Вот таких именно домов, вот они стоят, в Березняках их куча. Вот как раз их строили пленные немцы, они строили по своей архитектуре, по своим чертежам. И сами же они строили, сами чертили, и в общем, вот такой домик, вот он еще как-то больше так вот похож к тому времени. Что-то как-то с чем-то схоже, что-то как-то с чем-то похоже. Похоже. Поэтому у вас тут, получается, на вагонке были? Вагонка. Начали с простого населения, приехали. Но здесь где начальники, да, типа жили? Ну вот это хотя бы как-то похоже. Вот, потому что вот все вот эти новые здания, они настолько отреставрированы или новоделы. Я говорю, что вот этого, от того, что это прямо совсем супер все новое, ну и как-то архитектура не похожа на немецкую. Так, что в этом доме темно, как в американских фильмах где-то. Ну вот, жалюзи, заставни закрыты, так там сейчас темно. И кто-то заходит, спрашивает, а где-то там? А там какой-нибудь скелет из шкафа вылазит. Ну вот подобные, такие же тоже домики в Березняках есть, но только вот таких крыш. Я не знаю, что такое наверху. Что это такое состроенное? Голубятня какая-то или что? А? С дверью почему-то, да. Ну, наверное, эта дверь-то на крышу, чтобы выходить снег скидывать, я не знаю. Ну, в общем, вот такие дома-то точно однозначно есть в Березняках. Не знаю, есть ли такие дома у вас, похожие, когда строили пленные немцы. Ну вот тоже домик такой эпический, похожий. Вот второй, вот этот вот, и вот следующий тоже. Он как-то так. Дух такой Европы немецкой старый есть. Тоже интересно так смотрится. Балкончик такой раздолбанный. И гараж. Смотрите, внизу можно было, видимо, заезжать на маленьком Volkswagen. Или на машинке. Как у Мистера Рабина, помните? Трехколесная машина такая была. Потом у него была... Нет, у него была четырехколесная, а там есть серия, когда он там какую-то голубую машину. Они там парковались, вместо себе друг друга там подрезали. А машинка была трехколесной, в конце концов. Знаете, мне так нравится и мистер Бин. Напишите, нравится вам вообще-то. Очень жалко, что больше серии не выходит. Вот. И они там гоняли, гоняли где-то. По какой-то дороге он подрезал эту машинку трехколесную. Она в кювет, значит, там перевернул. Очень смешно. Как бы не было печально, но это было очень смешно, действительно. Вот. Ну, короче, вот улочка, ну, больше тут сонтреть нечего. Поэтому, ну, честно говоря, вот то, что Рита рекомендовала, вы видели в прошлых видео, это было круто. Это прямо было эпично, и мы прямо с открытыми ртами ходили и ползали. Заходили в какие-то дома, возможно, и кто не видел, кстати, посмотрите предыдущее видео. Здесь, ну, как-то, я не знаю, ну, сухо как-то, неинтересно. Поэтому, наверное, закончим здесь прогулку, а? Интересно, ну, просто там эпичный, то, что маленькое это все, то, что дверки, то, что, как бы, нет такого масштаба, наоборот, такое приземленное. Здесь все-таки, конечно, красиво, много. Ну, здесь просто для меня это современные дома, просто. Может быть, они, конечно, наверное, сфорструктура такая была, просто их хорошо восстановили, черепица новая, и все остальное лежит. Они просто похожи, так скажем, на типовые наши дома. Уже современные, да. А там, как бы, ну, явно такого нигде у нас нету, там, в Челябинских, Чебоксарах, Чусовом. Чусовом. И в Чебоксарах, и в Чусовой прикрепили тоже. Ну, пусть и он будет тоже здесь. Вот напротив, видите, тоже стоит дом. Возможно, да, конечно, это постройки того времени, возможно, их обшили, возможно, их переделали, доделали. Не знаю, там что-то подделали, подстроили. Ну, вот я еще раз говорю, что вот это ощущение нет. Кстати, вот, вот видите, машина едет, а там трамвайные пути узкоколейные. Узкоколейка идет по городу. И причем трамвайных путей очень много, очень много по городу. Но в большинстве случаев, вот мы вчера опять разговаривали с таксистами. Таксисты нам очень много подсказывают, местные рассказывают, что очень много было линий трамвая по городу. Они действительно ходили узкоколейные. Но, так скажем, сама администрация, как это называется, вот этого, Калининграда, ну, в общем, кто ответственный за вот эти вот трамваи, их, да, это служба. Что тут прямо идем? Вот. Они сами виноваты, что люди перестали ездить на трамваях. И пришлось трамваи эти сократить, потом все брать. И в городе сейчас, в конце концов, ходит только единственный трамвай под номером пять. Он как-то так, кругами ходит. Пятерочка, да. А почему? Потому что трамваи ходили очень редко. И вот как в Березняках тоже самое произошло, электротранспорт. Там есть троллейбус. Но троллейбусы в какой-то момент стали ходить так плохо, что пришедшие к ним в замену маршрутки, да, и частники, они просто перебили их. И люди теперь понимают, что лучше ехать на пазике и быстрее на нем доедешь, чем, допустим, на комфортном большом троллейбусе, но ты не знаешь, когда он придет. Поэтому электротранспорт и администрация, что в Березняках, грубо говоря, для сравнения, что в Калининграде, просто сами отучили горожан ездить и пользоваться электротранспортом. Поэтому от бесходности, от безвыходности просто закрыли кучу линий и в Березняках, и здесь, в Калининграде. Но в Березняках-то побольше троллейбусов, конечно, ходит, маршрутов имеется в виду. А здесь остался вообще единственный троллейбус, ой, единственный трамвай под номером 5. И вроде как таксисты, вот мы ездим, разговариваем с ними, местные жители, они говорят, что почему не разбирают эти пути трамвайные, что вроде как они хотят все-таки надеяться восстановить эти трамвайные все маршруты. Ну, пока на них стоят местные транспорты и используют трамвайные пути как место для парковок. Ну, коль влог у нас пошел такой балаган, лимитед, то все в кучу буду показывать, просто прогуляемся, влог такой будет, просто прогулка, болтовня, вам это очень нравится. Вот, смотрите, я что заметил, в пиццерии написано пеперончино, кофе и пицца, энд пицца. Как думаете, что мне здесь не понравилось? Не пеперончино, что такого слова просто в русском языке нет. А вот почему написано кофе и пицца, но если ты все пишешь по-русскому, зачем ты делаешь энд английскую, да? Соригинальничай и сделай букву И русскую, маленькую такую, изящную, и будет кофе и пицца, и будет, мне кажется, намного прикольней, чем вот это энд. Все на русском, блядь, и энд на английском. Ну, что это такое, пеперончино, хрен, хрен, прочитаешь все это слово. Смотрите, какой заборчик. А вообще мы издалека, там, когда гуляли по району, откуда мы сейчас идем, увидели вот этот храм, церковь какую-то, и мы решили просто к ней подойти, заснять себе на память, ну, естественно, и вам показать, и себя показать этому храму. Очень много, кстати, костлов, неправильно, не знаю, правильно или неправильно я просклонял это слово, костел, вообще склоняется оно или нет, вот, но сейчас уже очень много в них находится православных храмов, и мы читали, когда второй раз сюда собирались, хочешь сюда попасть, посмотреть, как это было, что храм должен быть не православной церкви, а католический храм, а в итоге пишется, что в таком-то году отдана православной церкви, там, РПЦ, там, в таком-то году присвоила себе. Ну, как-то, ну, по-моему, здесь, по крайней мере, нет никакого, нет никакого креста сверху. Наверху находится флюгер с какой-то птицей, поэтому это надежда на то, что, по крайней мере, это действительно церковь, которая принадлежит не православной церкви, о церкви католической, возможно, нам удастся туда зайти, ну, или мимо пройдем. Сейчас все-все узнаете. Обратите внимание, что это колокольни, такие прикольные часы. Вот такие башенки, мне, знаете, напоминают, что, помните, был фильм о электронике, приключения электроников, и вот как раз где-то их снимали, типа в Латвии, в Литве или где-то в Чехословакии, честно говоря, не помню, напомните мне. Ну, в общем, все связано, конечно, с Европой, с Германией, и там вот как раз такие были часы, помните, там нужно было что-то завести, освободить этого электроника, в общем, что-то там было, нужно было сделать, и как раз была песня «Бьют часы на старой башне», и вот как раз вот эта вот песня, эта сказка, я сейчас увидел этот храм, эту колокольню с этими часами, и мне напомнило почему-то тот самый фильм «Приключения электроников» советского времени. Это, по-моему, театр кукол. Театр кукол? Ну, отдали театру кукол, явно, что его не построили для театра, если это театр кукол. Может быть, ты меня в театр кукол сводишь? Находится на территории городского центрального парка, давайте здесь посмотрим, тоже, кстати, очень много пишут о достопримечательностях, парк Луизен-Валь, конец, так, 18 века, что ли, не вижу. Так, сколько тут получил, 5, 6, 7, да, 18 века, 18 века. Охраняется государством, ну, значит, есть разруха какая-то, ну, в виде вот этого здания. Мы, кстати, хотели сюда еще зайти, прогуляться. Это не тот парк, где колесо обозрения было, надеюсь? Нет, это не тот центральный парк, который вот так. Ну, вот, Калининградский областной театр кукол. Ну, ну, явно раньше что-то здесь было не, это не для театра кукол построили, это явно. Прямо вот взяли в советское время, построили для театра кукол вот такое вот здание. Явно, что это костел какой-то был, какой-то храм, какой-то, прямо, прямо Брежнев или Хрущев, вот, блядь, построили, нетипичное здание для себя, по проекту. Вот там стоят хрущевки, а здесь вот прямо построили такой вот, прямо вот, готику прямо такую, да? Прямо вот, прямо вот, и улица Победа опять, мне это очень нравится, ну, ладно. Так, а что ты хочешь взять там, ты думаешь, ты никуда не пройдешь, сели открыты только кассы? Кассы. Кстати, Рита как раз про него и говорила, про театр кукол. Помнишь, что она фотограф, я не знаю тебе отправлял или не отправлял, она мне тоже отправляла фотографию этого здания, театр кукол. Да, она, по-моему, тоже говорила, что она гуляла по нему, около, ну, в смысле, видимо, в парке. И вот, как раз была фотография этого здания, она действительно Леготика, ну, что-то где-то вот... Ничего не дают. Сегодня, ну, понедельник, вторник, я не знаю, что у них сегодня. вот только по субботам и воскресеньям театр работает ну вот конечно это бывший храм когда-то был католический потом отдали его как-то вот это вот знаете вот для меня это все настолько блин не знаю вот неправильно понятно что настолько в стране католиков нет но считаю неправильно наша же страна считает неправильным да в советское время когда в церквях располагались конюшни дома культуры хранили там не знаю овес конюшни были да там не знаю свинарники но почему-то наши люди считают что это неправильно поэтому нужно было отдать церкви по цер чтобы туда ходили прихожане восстановить церковь а почему не отдать тоже самое богохульство это тоже самое вся история связана с тем что это было когда-то святыня церковь да здесь проходили службы а сейчас там театр кукол вообще искусство дав считается вот это вот актерское мастерство актерство она считается вообще это дьяволом потому что вдыханием дьяволом потому что это человек проживает не собственную жизнь жизнь другого человека а вот поэтому так скажем это как по писанию на по библии вот но по мне так что вот это здание тоже нужно было отдать католической церкви чтобы восстановили что там проходили какие-то службы или еще что то но это лично мое дело мнение для театра кукол не обязательно такое огромнейшее здание можно было построить советское время или сейчас обыкновенно небольшое здание и театр кукол в москве таких масштабов не имеет образцов а здесь так прямо практически не знаю дворец дома культура в съезд кремлевского дворца бьют часы на старой башни провожая день вчерашний и звонят колокола бьют часы на старой башни провожая день вчерашний будет будет даль светла бой часов как ключик золотой двери утра весело открой а дальше я не знаю и голос у меня уже не тот и фальцет хотя раньше пел с первым голосом в хоре что-то еще такое а что вру опять вру хочешь сказать или ты не знал я пел первым голосом причем не притащил андрей свистов мой одноклассник в школе притащила дворец ленина потом где занимался через какое-то время в театральной студии меня притащил просто гриб пойдем сходим он там пел но я стал где там рот что-то пооткрывала через какое-то время не опоставили первую первую линию да у меня был первый голос у меня были фальцеты если бы я пел бы в москве бы вот так вот родители бы удалось бы что у меня родители бы жили в москве и отдали бы меня в хор центрального как-то называется центрального который озвучили все песни сказки советские телевидение центрального телевидения возможно я выпил бы эти песни звучал да понимаете а к сожалению уже все все уже такого пальца то нет и честно говоря текста дальше был дверь утра что-то распахнет да-да-да-да утро соби да ты помнишь вот это что-то такое в общем кто помнит тех текст напишите мы с вами споем следующий раз вместе в каком-нибудь новом влоге что там дальше было в двери утра двери утра двери двери утра что-то нам распахни счастье татата стататы вообще не помню последние две строчки вот поэтому он это кстати тоже видел что это этот как называется памятник барона мюнхаузену просто барона мюнхаузену было на в интернете написано в общем что вы думаете насчет вот этого церкви католической должна ли там что быть отдать взять ваше мнение мне просто очень действительно интересно не молчите не сидите напишите вот такой не знаю как будет смотреться потому что там впереди елки темно в общем это такая видео железные какой-то истории вот вот так нервам будет видно вот видите барон мюнхаузен сидит как будто на ядре и летит здесь кстати очень много именно связано с бароном мюнхаузеном и домик типа где он там жил вы видели в прошлый раз когда мы ездили рассказывали ну что он где-то там спал сапог спал у него куда-то в воду упал и в общем потом его нашли но в общем не знаю почему в калининграде связано именно с бароном мюнхаузеном кто знает точно наверное рита она здесь долго жила может быть нам и подскажет почему калининград связан с бароном мюнхаузеном в общем какая-то железная плита в нем вырезан образ барона мюнхаузена на ядре и кстати достаточно интересно так сделано сфотографировать может залезть эти вносит и пролезешь там смотри талия какая обороны венхаузен было а у тебя ну-ка покажи ну тебя чуть-чуть побольше чуть-чуть проходишь до молодь над залазь тогда вот ворона уже заняла место видите одно далекое но заняла на галерочке в калининградском летнем театре центрального парка культуры и отдыха вот не везде кстати не каждый может похвастаться летним театром не каждый областной краевой центр здесь он есть какой-никакой но все-таки есть зал достаточно большой и по и поднято достаточно такой ну конечно сделано еще советского времени видите такие штучки но в любом случае он есть наверно сидушки заменены а вот эти сами бетонные плиты они стоят с того времени ну и конечно почему то такого огромнейшего размера стоит сидит высоцкий так понимаю издалека его узнал но почему такой огромный вообще не кстати никогда не понимал для чего делать сидячие постаменты сидячие скульптуры такого огромнейшего размера понимаете он был бы на подиуме да то есть как я вот как нас учили опять же на сценографии понятно что он сидит высоко он большой и так далее и тому подобное здесь такого гигантского размера сделать высоцкого ну что что он дает почему не сделали в два раза еще больше вот это для меня всегда тайна тайна покрытая мраком это круто мне нравится я не говорю что это плохо я имеется ввиду что для меня это непонятно что почему именно такие огромнейшие постаменты и ощущения что сейчас он плачет до хороший был актер хороший был певец очень такие жизненные песни на любителя конечно но высоцкий такая наша огромнейшая слой кино театра музыки ну и конечно огромнейший пласт пласт нашей жизни наших родителей и вообще жизни советского человека потому что при его жизни очень много что происходило и в общем было было время действительно все садятся почему-то к нему на колени видимо да на руки да ну конечно нет сыра так бы ты сел конечно я знаю самое главное понять должны что я сейчас не издеваюсь не не плююсь город калининград это просто ирония потому что самом деле калининград нам очень понравился мой второй раз здесь и понятно что хочется еще сюда вернуться и приехать в теплое время года погулять походить побродить увидеть то что мы не увидели или увидели то что увидели но совершенно в другом ракурсе в другом цвету времени года вот поэтому это просто чистая ирония я бы не был бы не я если я не издевался бы и не иронизировал ситуации которые действительно с какой-то стороны могут показаться кошмарными и ужасными но город на самом деле потрясающе просто на самом деле потрясающе и сюда стоит приехать посмотреть погулять и особенно в теплое время года я просто понимаю вот мы вчера переписывались не помню с кем-то зрителей и в комментариях под каким-то из видео и я говорю что сюда нужно приехать прямо вот особенно мне кажется в теплое время года когда здесь уже наступит теплая устойчивая весна лето теплая осень здесь мне кажется вообще вот просто куда ходить гулять сейчас конечно то дождь то ветер то мокрый снег то проясняет у мороз то плюс 2 то как вы там сказали на экскурсии уже практически трава с цветами вылезла то снег пошел любой город расцветает это конечно сам он как сколько зеленья мы ее не видим потому что зима ну зима конечно ну все короче просто вы должны понимать что все в любом случае серая серая и снег и деревья все и небо серая но в любом случае даже при всем этом что насколько нам понравилось здесь самые избалованные туристы много чего видели но много чего смотрели это охренительное место и действительно нужно искать возможность чтобы сюда приезжать походить побродить хотя бы на пару несколько дней ну я вам точно хочу сказать что три дня три дня не хватит однозначно четыре дня чтобы все посмотреть не галопом по европам а вот скульпулезно там тут побывать чтобы где-то было время отдохнуть и покушать снова куда-то сходить ну в общем изыскивайте время и желание сюда попасть мы рекомендуем это однозначно смотря на то что калининград все-таки до самый западный город сюда нужно вкладывать деньги а здесь почему-то старые советские обшарпанные заборы с цветочками но это конечно полная глупости конечно почему-то это нужно уж как-то было уже изыскать денежные средства чтобы сделать нормальный забор и это опять же была ирония ну с с девочкой и с правдой с небольшим шли мы шли тут по улице просто гуляем а внаружи юрия гагарина вот нарисован на фасаде здания а напротив вот такой огромнейший красивый монументальный памятник посвященный землякам космонавтом цитаты салковского человечество не останется вечно на земле но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы а затем завоюет себе все около космическое пространство вот интересно как выглядит но в свете сегодняшнего погоды конечно все так серенько но надеюсь что когда хорошая погода конечно это выглядит будет намного интереснее потрясающе аллейка такая посидеть помечтать звездное небо представьте да вот за космонавтом луна может быть как красиво это будет смотреться летом и в калининграде очень много как я как-то говорил в прошлых влогах когда первый раз здесь были очень много магазинов которых мы вообще не знаем возможно в ваших городах они тоже есть от марлена например да я такой не знаю не твин лук сор то есть какая-то одежда которых ну причем скидки какие-то даже есть которых мы вообще не знаем причем эти магазины не просто на улицах а если в торговых центрах но такими названиями которые вообще не знаем поэтому у нас вопрос или это частники просто действительно открывают какие-то магазины и возят одежду из польши например еще откуда-то или возили не знаю заказы целика или еще откуда то чтобы торговать но потому что это не сетевые магазины по крайней мере мы их реально не видели не встречали в москве но если в москве нет а почему не туда в калининграде вот это вопрос да ну и проходим мимо стадиона балтика тоже вот мы все идем по улице по моему проспект мира дали что это все гуляем в сторону центра идем прошли зоопарк зоопарк закрыт но такая погода знаете не хочется туда заходить первых зима холодно и все звери если вот эти все их клетки и как их зовут вольеры они на улице то животные будут греться спать это мы ничего не увидим а вот поэтому у нас планы совершенно другие совершенно другие мы в следующем влоге узнаете куда мы поедем а ты что-то хотел сказать прочитал что-то и не забывайте блять ставить лайки сучки ебаные блять и к писать комментарии а то вам там тетя вика смотрю по комментариям может пиздячек ставить ну и как-то молодец молодец подкова и там учись и как надо опять же это шутка в каждой шутке есть доля и горя правды